Скажите, пожалуйста, что приходит вам в голову, когда вы слышите всё-таки слово сионизм? На вскидку, пожалуйста. Сообщество евреев. Следующее. Еврейский национализм. Следующее. Еврейский национализм. Следующее. Тоже. Да. Еврейский национализм. Непонятно. Возвращение национ. Я ещё до вас не дошёл. Да, хорошо. Следующее. Вторая парта. Так же вы опередили события. Зачем это нужно? Всему свою очередь. Хорошо. Там на третьей партии. Да. Что приходит в голову? Не кому-то, а вам. Гора Сион просто приходит в голову. Нормально. Хорошо. Вам. Возвращение что? К первым общинам. Интересно. Там понятно. Ещё кто? Дальше. Что приходит в голову? Да. Ничего. Хорошо. Что приходит в голову? Сион это собрание людей, которые объединены каким-то интересом. Хорошо. Следующее. Спасибо. Что? Сион. Приходит в голову. Сион просто. Ни гора, ничего. Просто Сион. Хорошо. Следующее. Что? Хорошо. Следующее. Ничего. Так. Ясно. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. А кто из вас... Скажите, пожалуйста, а когда вы слышите Сион, что вам приходит в голову? Гора. Ну, это мы... Вопросов нет. Ещё что-то приходит в голову? Господь. Слава Божья. Слава Богу. Иерусалим. Так. Хорошо. Сион это значит, что гору, да? А ещё есть какое-то значение в Библии Силан? Есть. Нет. Я имею в виду в Библии. Город. Город. Вы знаете, действительно, даже географически слово Сион потом имело несколько распространённое значение. Вообще Сионом назывался город Давида. Впоследствии. И назывался храм. В общем, Сион даже конкретно географически не имело только значения гора Сион. Вот так, первоначально. Хорошо. Ну, это не входит, так сказать, в мои функции сейчас. С этим разбираться. Но это очень интересно. То, что вы сказали, я вам очень благодарен за то, что вы просто старались описать конкретно ваши первые впечатления при звучании этого слова. Значит, подытожу. Чаще всего приходит в голову еврейский национализм. Так же возвращение на Сион. Так же гора Сион. И какое-то сообщество, объединённое какими-то интересами вокруг Сиона. И вот общины. В принципе, в каждой из этих ассоциаций есть реальность. А что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «христианский»? Нет, «христианский», слово «христианский». Нет, давайте по очереди. Церковь. Дальше. Что-то светлое приходит. Угу. Вера в Бога следующая. Верующие в Ешуа язычники. Хорошо. Значит, ещё раз. То, что принадлежит христианам. Единство. Что? Семья христианская. Третье. Его сила. Сила Христа. Ага. Те, кто приняли Христа. Церковь. Верующие не евреи. Последняя парта. Верующие не евреи. Тоже, да. Брат. Ага. Открылся во Христе, да? Слава Богу. То, что принадлежит христианам. В собрание верующих. Вера в Мессию. Ага. Особенный образ жизни. Угу. Да, интересно. Хорошо. 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 Так. То есть, если соединить немножко вот эти, то, что только, то, что в этой небольшой аудитории, то, значит, получится церковный еврейский национализм. Значит, ну я так, одно, одно есть определение христианского сионизма, другое, значит, ну я так комбинирую просто по своему произволу. Значит, значит, или еврейский национализм, принадлежащий христианам, или возвращение на сион верующих язычников, говорит брат. Вот, кстати, ну еще можно несколько комбинаций сделать, да? На самом деле, вы знаете, что среди части пятидесятников, в первую очередь, движение сионизма было распространено. И они считали, что все верующие должны физически переместиться в Гарри Цесраэль, на землю Израиля. Когда мы первый раз с отцом приехали в Израиль в восемьдесят девятом году, мой брат, который жил там с семьдесят второго года, устроил нам встречу с бывшим директором, генеральным директором Сахнута, который к тому, ну уже как-то, незадолго до этого вышел на пенсию. Он был очень интересный, очень интересный дядя такой, и он рассказывал, что вот у нас сейчас проблема. Дело в том, что Израиль делал вызовы очень многим верующим. Многие верующие выезжали в Америку по израильским вызовам. Какое-то время только по израильским вызовам. А почему? Потому что выпускали только в Израиль. Одно время. Был такой период, когда выпускали только в Израиль. И вот он говорит, сейчас в Вене застряло пятьсот пятидесятников. И это только одна группа, которые ни в коем случае не хотят ехать в Америку. А говорят, у нас вызовы в Израиль. Мы хотим приехать в Израиль. Говорит, оказалось, что это пятидесятники сионисты. Говорит, и мы, говорит, не знаем, что с ними делать. Потому что у нас было такое доброе соглашение. Мы помогаем вырваться из Советского Союза разным верующим, которые не хотели там оставаться. И Америка их принимает. У нас было такое тройное джентльменское соглашение. Но оказалось, что часть этих верующих искренне верит, что все верующие должны переместиться на землю Израиля. Говорит, для нас теперь это проблема. Ну, я ему тогда, а я уже где-то за пару месяцев до этого покаялся. И я ему начал намекать, что, может быть, для Израиля было бы лучше, если бы некоторые верующие туда приехали, чем некоторые евреи. В общем, поэтому на самом деле, смысл выражения «христианский сионизм» как бы возвращение на сион для верующих из язычников, это не такое фантастическое определение и смешное, как может показаться на первый взгляд. оказывается, в 20 веке, оно действительно, серьезно. На самом деле, такое понимание бытовалось среди тысяч полноевангельских верующих. И сейчас еще есть некоторые, которые так верят. Сейчас еще есть, что они обязаны совершить алию и жить на земле Израиля. О! Жить на земле Израиля. Значит, возвращение, заложенный или переезд в слове «сионизм» не говорит только о возвращении на гору Сион или в город Давидово Иерусалим, а расширительно подразумевает переезд на жительство на всю территорию, которая на данный момент, скажем, принадлежит Израилу и доступна для поселения. Теперь, есть ли в этом еврейская националистическая часть? Конечно! В каком смысле? Что такое национализм вообще? Не будем сейчас вас опрашивать. Национализм – это, если кратко сказать, не пользоваться советской терминологией, в национализме есть хорошая и не очень хорошая часть. Всегда национализм предполагает восстановление. Обычно. Я не слышал о национализме, идеологии которого не было бы понятия восстановления. То есть, национализм, который, с одной стороны, всегда смотрит в будущее, отталкивается от настоящего. Тем не менее, вторым глазом всегда глядит в прошлое. И всегда у какого-то националиста или у объединения националистов есть какие-то исторические идеалы, которые они считают утерянными в настоящее время. или разрушенными, или считают, что были образцы, от которых мало что осталось, и которые необходимо восстановить. Очень часто в этом есть здравое зерно. В то же время, конечно, даже в этой части национализма обычно присутствуют крайности. И крайности вызваны идеализацией прошлого. Обычно берутся те страницы прошлого своего народа или своей страны, обычно народа, которые считаются наиболее величественными и значительными. Наиболее величественными и значительными. И обычно всегда величие и значительность рассматриваются, прежде всего, с политической, военной, географической точки зрения. Культурный, религиозный, часто даже духовный аспект отходят на второй план. Ничего, что я так культурно выражаюсь. Не страшно, да? Ну, тема у меня такую дали, я же... Поэтому националисты обычно берут самые славные с их точки зрения страницы прошлого своего народа, но всегда им хочется, чтобы эти страницы были еще славнее и еще величественнее. На всякий случай, я знаю, что слова славнее нет. Я знаю, что грамотнее говорить, более славнее. Но я позволяю себе просто речь. Вот. Им хочется, чтобы прошлое было еще более величественным, еще более славным, еще более значительным и даже еще более грозным для соседей. Поэтому они идеализируют, поэтому они стараются поднять еще выше, они стараются представить еще более мощно, грозно и так далее. В то же время какие-то позорные страницы истории своего народа обычно замалчиваются или перелицовываются таким образом, чтобы вычеркнуть эти страницы либо выдать позор за что-то противоположное. Вот. И обычно в национализме есть такой момент, когда будущее своего народа рассматривается тоже в таком идеальном ключе и считается, что народ должен быть свой народ выше других народов. Это обычно тоже входит в национализм. Конечно, нерадостный момент. В отношении же настоящего такой вот средний националист, он наиболее близок обычно к реальности в отношении настоящего. Хотя крайние националисты и в настоящих бедах и неустройствах своего народа обычно обвиняют окружающие народы или малые народы, проникшие в их среду. Слышите, да? Окружающие или проникшие, так сказать, в их среду. И главные обвинения своему народу сводят к тому, что их народ поддался чуждому внешнему влиянию. Извините за такие маленькие экскурсы. Хочу вам сказать, что еврейский национализм имеет в себе но если не все, то большинство из вышеозначенных отрицательных черт, присущих всякому иному национализму. В то же время уникальность еврейской истории наложила отпечаток и на еврейский национализм. И хочу вам сказать, что еврейский национализм обычно менее агрессивен, намного менее кровожаден и по ряду других показателей более сбалансирован, чем национализмы многих народов или родных нам, или окружающих нас. Но мы не будем рассматривать все особенности еврейского национализма. Потому что нас интересует с вами только одна из его форм сионизм. На самом деле сионизм это не единственная форма еврейского национализма. И до 20 века она вообще была не главной. Не главной. Хочу сказать, что как это ни парадоксально и ни странно, сейчас сионизм среди разных форм еврейского национализма тоже последние даже может быть пару десятилетий стал ослабевать. Он уже не занимает такого безусловно первого места. Он уже не главенствует так, как главенствовал в течение может быть добрых 50 лет. может может быть и 60 лет. Черты отличающие некоторые черты, отличающие еврейский национализм и сионизм в частности от всякого иного национализма. я уже сказал о некоторых. Он отнюдь не такой агрессивный, как многие из национализмов. А в той части, где он агрессивен, он намного менее кровожаден. Это очень важно. Никогда еврейский национализм, насколько мне известно, я говорю, насколько мне известно, и никогда сионизм не доходил до, ну может быть в каких-то отдельных проявлениях, да, но как идеология, как учения, он не доходил до человека ненавистнических геноцидных форм. То есть в самое тяжелое время, в самое страшное время, самые, пожалуй, такие крайние идеологи еврейского национализма не проповедовали уничтожение враждебных евреям народа. Мы должны это учитывать. Когда само существование еврейского народа было поставлено вообще под вопрос, даже тогда они даже в пику антиеврейскому геноциду они не учили, не разрабатывали никаких теорий уничтожения враждебных народов. это важно. На самом деле мы знаем, что геноцидные формы национализмов не просто имели, и сейчас имеют место среди наших народов и окружающих народов, но на какое-то время они даже становились руководящими, возобладали и привели к невероятным ужасным последствиям. Вот. Среди евреев такого не было. Даже вот в самое худшее время. Еще недавно. Теперь важнейшее можно сказать отличие еврейского национализма от всякого другого национализма. Это сионизм. Дело в том, что насколько мне известно, не было в истории другого народа, который был бы полностью или почти полностью выселен своей родной земли, рассеян чуть ли не по всему миру, в течение целых веков продолжал существовать как народ. И в течение всех этих веков хранил мечту возвращения на свою родину многих веков. И потом все-таки осуществил эту мечту. Ничего подобного нету в истории хотя бы одного народа земли. Поэтому сионизм как таковой это явление уникальное. и в данном случае мы рассматриваем сионизм в его нормальном узком смысле. То есть это движение евреев за возвращение или переезд или алию, то есть восхождение евреев из разных стран на землю Израиля. на землю Израиля. так явление это повторяю уникальное аналогов в истории человечества больше не существует прецедентов тоже прецеденты это те аналоги которые были до возникновения данного явления хорошо но еще более важным отличием еврейского национализма и других является Библия. Потому что на самом деле у правильных сбалансированных несумасшедших форум еврейского национализма и в частности сионизма есть прямое и очень сильное библейское основание конечно мы можем найти в Библии в некоторых пророчествах где говорится о том что в конце в конце времен последние времена некоторые народы будут тоже восстановлены и более того даже будут служить Господу но вместе с восстановленным еврейским народом и вы можете сказать какие это народы кто-нибудь помнит какие-то народы на вскидку если кто-то помнит Библия пророчества это египетские народы эфиопский народ даже ассирийский может быть там еще есть я забыл там еще есть некоторые малые народы которые говорится что они будут восстановлены но это скорее исключением Словия Божьей скорее исключения и эти исключения они находятся в зависимости от восстановления единственного раз и навсегда избранного для особенного служения Богу еврейского народа и вот об этом народе о его восстановлении о его сохранении через века рассеяния и других испытаний о его возвеличивании да только не людьми а Богом и прославлении даже в последнее время есть десятки и сотни пророчеств Слова Божьего поэтому те люди которые пытаются еврейский национализм в любых даже самых нормальных его проявлениях и сионизм поставить на одну доску с каким-нибудь мракобесным человеконенавистническим национализмом некоторых других народов те люди которые так делают они просто либо заведомо неверующие либо грешат против Писания мы должны это понимать теперь мы поговорили с вами кратко о слове сионизм и мы немножко поговорим о том что можно подразумевать под христианским сионизмом ту форму христианского сионизма которая я уже упомянул о движении среди евангельских верующих в 20 веке причем в основном евангельских верующих Украины немного России движение которое провозглашало возвращение как бы на самом деле переезд всех истинных верующих на землю Израиля мы сейчас говорить не будем потому что это достаточно исключительное и несколько курьезное явление мы сосредоточимся на христианском сионизме как учений и движений среди христианских церквей о том что Бог соберет евреев в земле Израиля если кратко говорить то есть это то учение христиан которое основным своим предметом имеет то же самое что учение или идеология еврейских сионистов возвращение евреев переезд евреев алию евреев говорится сраиль конечно мы могли бы поговорить о корнях пятидесятнического сионизма о том что на самом деле фактически многие крестоносцы были сионистами да серьезно и вообще на протяжении полутора тысяч лет может быть больше даже сейчас среди многих христиан считается привилегией и особой честью и благословением побывать на святой земле а некоторые хотели бы там жить а некоторые таки переехали и живут а крестоносцы это делали силой оружия и устроили там христианские мини государства на какое-то время когда им удалось захватить эту землю и для них было особым с их точки зрения благословением особой честью жить в христианском государстве на земле израиля то есть по-своему они были тоже христианскими сионистами но опять-таки эту может быть не самую лучшую часть христианского сионизма мы только приоткрыв тут же закроем не будем сейчас рассматривать не та тема итак христианский сионизм как учение и движение христиан из разных церквей поддержку в той или иной форме переезда евреев из разных стран в рецесаре когда у нас перерыв в час да мы что-то сместили да через 20 минут да хорошо так основание в слове божьем конечно нереально показать все места писания на эту тему ну давайте Бытие 12 глава призвание Авраама и уже в самом начале после того как Авраам принял призыв Господень и пошел как сказал ему Господь да из Ура Халдейска и потом после перерыва вышел из Харана где он задерживался из-за своего отца после того как он вышел из Харана и вышел чтобы идти в землю Хананскую 5 стих и пришли в землю Хананскую я хочу обратить ваше внимание мы все знаем что Авраам вышел из урах Халдейского без указания куда ему четко идти он не знал конечного пункта это было сильнейшее испытание да и Бог сказал ты выйди из всего своего Бог хотел чтобы Авраам Авраам еще тогда разорвал все свои естественные связи все свои естественные связи для того чтобы стать первым евреем он должен был разорвать все свои естественные связи в первую очередь он не получил от Бога конкретного обетования на какой земле и как и каким естественным образом он будет благословлен единственное что он сказал что от него произойдет великий народ ну вы понимаете Авраам был умный человек и он понимал что при своей жизни он конечно этого не увидит это было понятно то есть то есть каким образом и где бог благословит его при жизни бог ничего не сказал Аврааму и самое главное для чего как бы он был призван на первой стадии и что потом вошло в название еврейского народа остающегося до сих пор это было стать странником стать проходящим он должен был стать странником без какого-либо конкретного до определенного момента земного обетования привязки видимо ощутимого благословения и бог сказал ты выходи я поведу тебя в землю но укажу ее тебе потом и только после того как Авраам стал странником разорвав если не все сразу то большинство своих естественных нормальных для каждого человека связи и путешествовал долгое время только после того как умер его отец который вышел с ним и можно даже сказать в какой-то мере вел его в начале что не было совершенной воли только после этого бог указал указал ему землю в которую ему идти обычно мы знаем и я тоже так думал что бог до последнего не показывал земли но нет посмотрите 5 стих и вышли они из хорана чтобы идти в землю ханаанскую и пришли в землю ханаанскую когда Авраам покинул хоран эту опасную точку на его пути эта точка где он провел очень много лет и которая по всей видимости отвлекла его от движения к цели только тогда когда он решился выйти из хорана бог сказал ему в какую землю он его поведет и когда он пришел в эту землю явился ему господь и сказал потомству твоему отдам я землю эту и создал он там жертвенник господу который явился первый жертвенник господа и первый жертвенник господу авраам сделал в эрец и сраэль который еще конечно не было хана только когда он пришел в землю обетованную он смог создать жертвенник господа и видите здесь бог уже пообещал конкретно его потомству эту землю в 13 главе когда авраам проявил потрясающе невероятное смирение позволив своему племяннику лоту контрабандой пошедшему с ним и вошедшему потом в благословение авраама благословляемому богом именно из-за авраама когда тот возгордился и закапризничал позволил ему выбирать себе все что он хочет а за себя сказал что он возьмет то что останется вы представляете тот который имел обетование от бога пошел на огромный риск вы смотрите ведь бог сказал какую землю какую землю авраам получит потому что он прошел по этой земле до места сихема до дубра в море он посмотрел эту землю и господь сказал вот эту землю я отдам потом что твоему и потом когда слуги лота из-за разгоревшегося спора стали настаивать потому что имущество было столько уже у обоих что оно не помещалось на одной земле авраам сказал да не будет раздора между мной и тобой между пастухами моими пастухами твоими ибо мы родственники не вся ли земля пред тобой отделись же от меня если ты налево то я направо если ты направо то я налево не вся ли земля пред тобой это огромный был риск потому что вдруг лот бы выбрал именно то что было обещано авраам но авраам это не волновало он уже к тому времени особо сильно доверял богу он испытал любовь бога к себе верность бога и он не хотел сам вырывать обещанные из рук своих близких это очень важно понять для того чтобы ну как бы до нас дошло каким образом все таки обетованная земля была закреплена за потомками авраама и избрал себе лот всю окрестность Иорданск и выбрал себе самое лучшее слышите самое лучшее а авраам стал жить на земле хананской слышите каким-то образом получилось так что аврааму как раз досталось то что ему было обещано богом потому что выглядела соседняя земля гораздо лучше гораздо вожделеннее на тот момент чем обетован эх как интересно что бог делает какие интересные вещи бог допускает и после этого 14 стих 13 главы сказал снова господь Авраам и специально дух божий отмечает и сказал господь Авраам после того как лот отделился от него возведи очи твои и с места на котором ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу и по всю землю которую ты видишь тебе дам я и потомство твоему навеки и сделаю потомство твое как песок земной если кто может сочетать песок земной то и потомство твое сочтено будет встань пройди по земле сей в долготу и широту ибо я тебе дам ее и снова двинул Авраам шатер и пошел и поселился в дубраве мамре что в хевроне и создал там жертвенник господь вы видите после того как бог конкретизирует и утверждает свое обетование великое обетование Аврааму Авраам на той земле которая духовно уже ему принадлежит и по-настоящему станет принадлежать только в его потом он создает снова жертвенник господу и для меня например понятно что тем самым он не только себя отдает господу он не только себя освящает он не только себя провозглашает и свою жизнь жертвой живой господь но он и землю эту отдает господу тот кому господь отдает эту землю он через священное жертвоприношение возвращает ее богу освящает ее отделяет для бога и таким образом закрепляет божий выбор этой земли хорошо это библейские основания сионизма мы можем дальше рассматривать десятки десятки сотни пророчеств писания но бог ясно сказал навеки таким образом земля это была обещана народу еврейскому навеки скажите пожалуйста а когда после этих великих событий с Авраамом еврейский народ вступил в владение этой землей через сколько времени примерно больше четырехсот лет прошло больше четырехсот лет прошло можно сказать даже наверное уже лет пятьсот тому времени 430 с выхода из Египта плюс 40 а еще это же когда когда Господь сказал Аврааму что что еще не превысили меру грехов своих народы живущие в этой земле это же еще не в этот момент это позже еще было точно неизвестно когда но это практически около пятисот лет прошло только через эти века народ Божий вошел во владение уже тогда непоколебимо обещанный музей и те люди которые на протяжении многих веков считали что с восстановлением еврейского народа покончено и в частности покончено с еврейским пребыванием в Палестине они забывали с чего началось и как началось еврейское пребывание в Палестине которое тогда конечно было никак не Палестин Ахана и сколько времени прошло после ясного провозглашения Богом этой земли землею Авраама его потомков и реальным вступлением потоков Авраама в это свое наследственное владение если бы все эти неверующие и верующие антисемиты и пренебрегавшие Божьей волей об Израиле вспомнили с чего все началось я думаю им гораздо легче было бы принять и другие места Писания которые говорят о будущем еврейского народа Бог никогда не суетится и не торопится Бог не боится и не смущается никакими препятствиями и даже неверностью своих детей если Бог что-то определенно обещал то ничто в мире и целый мир и вся вселенная никогда ни при каких обстоятельствах не смогут остановить предотвратить исполнение Божьего обещания очень важно это помнить когда мы рассматриваем начало сионизма потому что мы с вами увидели начало сионизма еще до того как вообще возникло это слово сион вот вот когда Господь сказал ты сейчас странник на этой земле земля тебе не принадлежит и действительно Аврааму всю свою жизнь пришлось быть кочевником странником но большую часть своей жизни он все-таки странствовал по своей земле просто никто из окружающих народов не понимали и не верили этому но Авраам и его люди и Бог дедины они знали как сказано так и будет сделано и вот это начало вот этот образ который был в начале он потом не раз повторялся в истории еврейского народа потому что еврейский народ который должен был войти во владение этой землей скажем через 430 лет после того как Бог снова подтвердил свое обещание Авраам вошел на 40 лет позже и то поколение которое должно было войти во владение этой землей не вошло полностью вымерло в пустыне вошло следующее поколение хотя старшие отцы и деды говорили что как раз их дети умрут но то как они проклинали своих детей это проклятие пало на них и оставило их в пустыне а дети которых они проклинали и не то что во владение землей а даже в саму их жизнь не верили они были выведены Богом из пустыни и как хозяева введены в свою землю вы понимаете что делает Бог и народы которые многократно делили эту землю и которые не верили что евреи когда-нибудь в нее вернутся и которые проклинали евреев и которые захватывали и перезахватывали эту землю каким-то невероятным образом в 20 веке оказались лишенными этой земли а евреи которых они проклинали презирали над которыми смеялись ни в грош не ставили они вернулись в свою землю и непостижимым образом владеют больше ее частью повторяется 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 хочу вам сказать что один из методов толкования или лучше сказать один из принципов толкования книги бытия Берешит еврейскими мудрецами состоит в том что все странствование Авраама а потом Авраама затем было повторено его потомками и еврейская история впоследствии повторяет те события в жизни Авраама которые были прообразами будущих грандиозных разного рода и добрых и не очень событий в еврейской истории есть такой принцип толкования книги бытия в частности жизни Авраама да знаешь это довольно древний такой известный принцип поэтому они тщательно изучают жизнь Авраама теперь когда мы читаем в послании Коринфянам что апостол Павел пишет описание в Старом Завете это образы для нас и то что потом было неправильно понято многими христианскими толкователями на самом деле это чисто еврейский подход это чисто еврейский подход на самом деле еврейские толкователи использовали точно такой подход чтобы рассмотреть события еврейской истории начиная с Моше в свете жизни Авраама и они говорили что даже события Торы начиная с книги Исход и события писаний еврейских пророков мы можем лучше понять если будем рассматривать жизнь Авраама как прообраз духовный прообраз тех событий поэтому точно такой же метод применяли апостолы для оценки современных их событий с точки зрения Танаха и оценки всех последующих событий истории еврейского первую очередь народа во вторых историю верующих и затем историю всех других это сугубо древний еврейский метод толкования и так поэтому когда мы делаем такие параллели мы поступаем правильно и по еврейски и по библейски по новозаветни многократно повторялось то что было в истории Авраама еврейский народ терял свою землю еврейский народ угонялся из своей земли еврейский народ был рассеян еврейский народ частично возвращался еврейский народ заново созидал еврейское государство на земле израиля и потом происходили снова катастрофические трагические события и снова наступало рассеяние но во всем этом бог держал свою линию не генеральную линию партии а божьей линии и эту линию мы можем понять только изучая писание и когда мы его изучаем то замысел божий становится ясен с самого начала обетование его простые четкие и все что происходило и происходит сейчас проясняется в свете его слова и нам совершенно понятно что бог собрал и собирает евреев своей земле да это божье божье дело это исполнение великих обещаний божьих это одно из самых великих чудес почти на протяжении может быть тысячи семьсот тысячи семисот тысячи шестисот чем-то лет евреи не имели как принято говорить своего национального очага на земле израиля и в большинстве своем были исторгнуты из этой земли не могли там жить а слово божье говорило ясно что они вернутся а слово божье говорило ясно что они не просто вернутся туда рабами но они вернутся туда хозяевами свободными хозяевами этой земли миллионы людей смеялись над этим были разработаны четкие теории о том почему это невозможно почему это никогда не может не сможет произойти но Бог посрамил всех теоретиков Бог посрамил буквально посрамил выдающихся теоретиков христианства ислама атеизма коммунизма фашизма Бог посрамил даже многих иудейских теоретиков равинов и до сих пор раввины не могут многие прийти в себя от этого потому что возвращение евреев началось и происходит не так как они утверждали и до сих пор многие раввины являются убежденными антисионистами вы знали это многие иудейские раввины являются убежденными антисионистами и не только раввины реформаторы понятно было бы чтобы среди либеральных раввинов которые большого значения вообще слову Божьему не придают были антисионисты но самые ортодоксальные среди самых ультра ортодоксальных раввинов до сих пор несмотря на факт нынешнего Израиля существует много убежденных антисионистов в 89 году брат повел нас на экскурсию в Мяшиарим это сугубо еврейский иудейский религиозный квартал Иерусалима даже не квартал это гораздо больше чем квартал это такой район Иерусалим и мы подошли к магазину на котором висело объявление знаете какого рода этот магазин бастует в знак протеста против такой-то годовщины образования сианистского фашистского государства Израиля брат нам переводил слово за словом это магазин принадлежавший ультра ортодоксальным иудеям была не знаю как сейчас есть ли даже такая религиозная партия движения ортодоксальное которая тайно поддерживала Ясера Арафата и поддерживала антиизраильские бригады палестинцев потому что по их учению это государство не божье не создано при божьем посредстве и должно исчезнуть перерыв нынешнего сианизма и неприятие самого Израиля возникшего в результате современного сианизма этот момент очень странный со стороны убежденных иудеев и особенно раввинов он гораздо менее странный со стороны христиан поэтому конечно всегда были и есть те христиане и те христианские проповедники учителя пастыря которые очень прохладно относятся к сианизму и считают что в принципе все обетования евреям теперь перенесены на церковь вы знаете эту теорию замещения вас разбирали уже эту теорию ну кратко говоря вот я сформулировал уже суть этой теории все божьи обетования еврейскому народу теперь относятся к церкви потому что еврейский народ потерял свое избранничество и он больше не является божьим народом и не будет никогда в этом восстановлен из-за того что он отверг мессия краткая суть вот и то как мы должны читать слово божье в отношении тех мест где упоминается израиль иудея еврейский народ сион салим и так далее это относить это все к христианской церкви теория это древняя начало формироваться уже во второй половине второго века окончательно оформилась где-то в веке так уж четвертом в то время как христианство стало сначала главной потом господствующей и официальной религией римской империи вот и практически подавляющая часть христиан искренне верила в эту теорию на протяжении многих веков в то же время в этой теории были некоторые серьезные проблемы одна из них напрямую была связана со всеми обетованиями Божьими Аврааму его потомкам в отношении земли Израиля если относить все эти места Писания к церкви то получается что для христиан всего мира Богом специально предназначено это небольшая территория если брать например первую главу книги Иисуса Новина Иешива Бенуна и некоторые другие места то там достаточно четко это очерчено первая глава книги Иисуса Новина с первого стиха посвертий Мошера Богосподня Господь сказал Иешуа Нуну служителю Моисею Мошера мой умер и так встань впереди через Иордан сей ты весь народ сей землю которую я даю им сынам Израиля и вот например мы читаем это применительно к церкви и так встань впереди через Иордан сей ты весь народ сей землю которую я даю им сынам Израилевым а сейчас членам христианских церквей верующим Нового Завета всякое место на которое ступят стопы ног ваших я даю вам как я сказал Моисею обычно когда это применять к верующим на этом заканчивают в принципе мы можем применять это к верующим таким образом но если мы будем применять в старинном стиле то есть все что Бог обещал евреям теперь относится к церкви нужно же прочитать потому что дальше идет уточнение что же обещан от пустыни и ливана этого до реки великой реки ефрата всю землю хитеев и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей и как я был с Моисеем так буду и с тобой не отступлю от тебя не оставлю а значит тут очерчены географические границы в других местах они тоже может быть еще более тщательно обозначены получается что вот какая земля на всей земле дана для христиан всех церквей чтобы они там жили и этой землей владели понимаете а всякая другая земля им не дана в отношении евреев это справедливо но получается что в эту относительно небольшую территорию даже в таких самых расширенных пределах как здесь нужно втиснуть сотни миллионов христиан из всех стран и народов как это сделать и второй вопрос а что будет с теми странами среди которых живут христиане то есть если понимать что земля Израиля четко обещана теперь церкви то начинается такая белиберда с которой справиться невозможно никакому здравомыслящему человеку единственный выход понять что это неправда поэтому как раз обетование земли ну кроме самых таких радикальных террористических эпох в жизни церкви тихо и незаметно церковью исключалось из этой чудной теории замещения все остальное принималось обетование земли ну это как-то так уже просто тышком нышком замыливалось но как мы читаем с 12 главы книги бытия обетование земли определенной четкой земли земли на которой тогда жили хананеи там некоторые еще другие народы было среди естественных обетований центральным главным среди естественных я имею ввиду все остальные обетования они как бы концентрировались естественные обетования вокруг обещанной богом земли поэтому ясно что никакие подтасовки не могут лишить еврейский народ навечно обещанной ему земли откуда вы эти подтасовки не исходили то ли из иудейских то ли из христианских кругов то ли из исламских атеистических либеральных и так далее конечно мусульманам в этом отношении гораздо легче потому что библия для них не является святой книгой за исключением некоторых книг библии насколько мне известно мусульмане признают святыми книгами псалмы давида еще кое чтобы я не уверен что они признают тору моисея святой книгой ну это понимаете я специально не изучал я когда-то читал интересовался то что псалмы давида это сто процентов и четыре евангелия они признают вот это они признают что еще там отдельные книги я просто точно не знаю но по большому счету если вы вырываете из слова божьего отдельные книги то она уже для вас не слово божье и дальше вы можете с теми книгами которые вы считаете святыми совершать любые манипуляции это предупреждение вообще для всех верующих если ты не признаешь полноты библии то и в той части которую ты признаешь ты даешь уже себе такую свободу которую неизвестно кто когда может ограничить друзья это еще одно отступление очень важно если вы встречаетесь теориями которые пересматривают слово божье и говорят вам что вот такая книга она не совсем святая а вот такая книга она не богодухновенная а вот такая книга например послание к евреям оно относится только к евреям а послание к колоссянам оно к евреям не относится оно только к язычникам я говорю о конкретных теориях среди евангельских христиан и среди мессианских евреев Некоторых. Потому что от одного мессианского учителя я слышал, что послание к Колоссяну, оно не для евреев. А от другого евангельского учителя я знаю, что послание к евреям, оно только для мессианских евреев. А для верующих из других народов оно нет. Если вы такое слышите, вы можете точно знать, что это уже ересь само по себе. Вам не нужно разбираться с тем, как толкуется, просто нужно сделать ручкой. Уважительно, с любовью. И с другой стороны, если какие-то дополнительные книги присоединяются к Библии, апокрифы какие-то, и Библия уже признается, вот эта Библия уже признается неполной, это тоже введет к ереси. Спасибо, что вы выслушали это отступление. Нам очень важно, чтобы мы с вами были согласны, что основание всего для нас в этой вот книге, с этими книгами Танаха и с этими книгами Нового Завета. Да? Мы с вами все согласны в этом? Очень хорошо, прекрасно, замечательно. И вот, для всех, кто признает Библию Библией и верит ей, как Бога Духановенному Слову Божьему, невозможно истолковать обетование еврейскому народу, как такие, которые утратили силу для еврейского народа. Это основание ложной теории замещения. Можем ли мы истолковывать часть этих обетований, как относящихся также и к церкви? Можем ли мы это делать или нет? Как вы считаете? Кто за то, что мы можем? Две руки. Еще раз повторю, хорошо. А кто за то, что мы не можем? А все остальные не знают, да? Еще раз задаю вопрос. Кто за то, что мы можем истолковывать обетование, относящееся к еврейскому народу, часть этих обетований, как обетование, относящееся к церкви, да? Часть этих обетований, как относящееся также и к церкви. А кто за то, что мы не можем истолковывать эти обетования, даже частично, как относящиеся к церкви? А вот так буквально, как они написаны к Израилю, так только и истолковывают. Кто за то? Никто, и большинство воздержались. Ну, вы мудрые, осторожные люди. Я думаю, что мы можем истолковывать эти обетования, как относящиеся к церкви. Также. Не все. Не все. И не прямо, но можем. На самом деле, Новый Завет дает нам прямые примеры и таких истолкований. И то, что мы с вами упоминали, что происходившее с нашими праотцами дано нам, верующим Нового Завета, как образы. Да? И в образной форме также ряд обетований относится к церкви. То есть, не прямо, а в метафорической форме, или там, так сказать, духовном понимании. Но при этом истолкования, относящиеся к церкви, никогда не разрушают прямого смысла этих обетований по отношению к еврейскому народу. Аминь. В первую очередь, как оно написано в первую очередь, к евреям, к Израилю, к потомкам физическим Авраама, так оно и относится. Да? А потом уже часть из этих обетований к духовным потомкам Евраамам, верующим Нового Завета и всех народов. Есть. С этим понятно, да? И буквально физическая земля Израиля никогда не была обещана Богом церкви. Она навсегда была обещана Богом народу Израиля. К физическим потомкам Авраама и к тем, которые к ним конкретно присоединились, став евреями. Очень просто. Ну, в еврейском, как бы, толковании Писания, то есть, есть вот такое, ну, когда рассматривается Писание, то первоначально, как бы, принято рассматривать так называемый Машмаут Пшута, то есть, ну, первоначальный простой смысл сказанного в тексте, то есть, ну, то есть, то, о чем буквально говорит слово. А потом уже рассматривается, как бы, что подразумевается, ну, вот то, что Борис Улович говорил, там, духовный, там, или какой-то метафорический такой смысл сказанного в Писании. Пшат. Буквальный смысл текста библейского. Раз это так, значит, все это множество мест Библии не может быть отменено, и все они ясно говорят, что эта земля снова должна была стать еврейской, евреи должны были на нее вернуться, они должны ею владеть, и они должны жить там, как свободный народ. Так? Служащий Господь. Кто из вас мог бы привести какие-то пророчества на эту тему из Библии? Пожалуйста, приведите. Сейчас. Найдите их в Библии, возьмите Библию и найдите эти пророчества. Пожалуйста. Да, и что она будет на вечной отдана еврейскому народу, потомкам Авраама, что они туда вернутся, и что они там будут жить. Это знаменитое, великие пророчества Библии, которые знают даже очень многие неверующие. Пожалуйста. Исайя, 56 глава. Какие стихи? Восьмой стих. Исайя, 56, 8. Ещё раз можем прочитать. Восьмой стих. Да, да, то, что мы уже упоминали, да. Слава Богу. Еще раз прочти это. Только говорите, пожалуйста. У меня к вам большая просьба. Какая глава? Бытие 15, 16. Заметьте слово «возвратятся». Скажите, пожалуйста, те евреи, которые пришли в Ханаан, были ли они когда-то в Ханаане? Вот те евреи, которые пришли в Ханаан, вошли после Египта во главе с Иисусом Новином. Были ли они, кто-нибудь вообще из них, кроме костей праотца? Никто не был, да? А Бог, говорит, описывает их приход в землю словом «возвращение». То есть, это очень важное слово. Господь с самого начала предупреждал, что всякий приход, приезд потомков Авраама в его землю, он будет рассматривать рассеянных, как исполнение обетования данного Авраама. Что тебе будет отдана эта земля. Лично Аврааму она никогда не была отдана. Лично он и никогда не владел. И она была отдана Аврааму в лице его потомства. Поэтому, сколько бы времени после жизни Авраама не прошло, когда потомство Авраама приходит в эту землю, оно возвращается. Понимаете? И земля возвращается своим истинным владельцам. Пожалуйста. Еремея 31-7. Продолжение следует. Да. Кто рассеял Израиля, тот и соберет. И будет охранять его, как пастырь стада. Какое? Свое. Как пастырь стада свое. Представляете? Да. Вот. 31-я глава Иеремии 7-го. По какой стих? Хорошо. По 12-й стих. Хорошо. Еще, пожалуйста. Иеремия 12, 14 и 15. То есть здесь возникает очень важное понятие. Удел. То есть, ну это старое русское слово, которое обозначает часть земли, которая на веки передается во власть. Выделяется из всех земель данному человеку и его потомству. И Бог говорит тем, которые нападают на Израиль. И временно одержат победу над ним, и временно одержат победу над ним, и временно исторгнут его из его наследственного удела. И Бог говорит им, и Бог говорит им, ребята, не обозначаетесь, все это только временно. Вас таких сильных и великих не станет. А этот маленький Израиль будет велик. И я верну его, и снова устрою в его уделе. Это не ваш удел. Этот удел ни для кого из народов. Даже для самых сильных. Я вам это говорю. Да, пожалуйста. Иеремия, 32, 37. Очень серьезное, серьезное обетование. Еще раз, Иеремия. Иеремия, 32, стихи 37, 38. Очень, очень важное обетование. Очень важное, да. Еще, пожалуйста. Иеремия, 31, 21. Да, возвращайся, Дева Израиля, возвращайся, все города Твои. Хорошо. Еще кто-то хочет? Второзаконие, 30, глава, 3, стихи. Когда Господь Бог Твой, возвратил плены Твои, не милосердно со над Тобой, опять соберет Тебя, вслед народ, между которыми рассеет Тебя Господь Бог Твой. Опять соберет Тебя от всех народов, между которыми рассеет Тебя Господь Бог Твой. Заметьте, пожалуйста, слово «опять». А вы знаете, о чем это говорит? Это говорит не о первом возвращении. Это говорит не о первом возвращении. Сейчас, секундочку. Как там в оригинале? Посмотри, пожалуйста, возьми. Это говорит не о первом возвращении. Это говорит, по крайней мере, по крайней мере, о том возвращении, которое, мы верим, скоро будет. Мы вернемся к этому месту описания. Это место описания, оно очень, очень важно. Второзаконие, 30 главе. Потому что в нем впервые описано, как будет. Это великое возвращение. Здесь говорится «опять». Значит, здесь имеется в виду, что до того возвращения Бог уже, уже каким-то образом соберет евреев из разных народов. До того. Конечно, это написано после возвращения из египетского плена. Ясно, что это не говорится об этом. Ясно, что это говорится о каком-то великом возвращении, которое будет после другого великого возвращения. Мы вернемся еще к этому месту. Я просто хотел бы, чтобы вы сделали эти себе заметки. Пожалуйста, сделайте эти заметки себе. Я выделяю. Я выделяю. Да, то есть, ну вот, ну вот, вот можно даже услышать, как оно звучит, например, на иврите. Вот это, вот. Вешав ашем элегейха эт швутеха. То есть, вот это швутеха, это возвращение твое. И вот это слово первое, вешав. Ну, то есть, это однокоренные слова. То есть, тут такой вот, вообще-то, он и усиливается, смысл такой. Говорится о таком разнообразном возвращении. То есть, о многоплановом таком. И в прямом, и в простом смысле. И в таком, и в духовном. Вы отмечаете себе, да, эти места Писания? Отмечайте, пожалуйста. Особо отметьте это место. Особо отметьте. Еще. Продолжение. Ага, давай. Я знаю, что там есть продолжение. Я бы не был рассеян на крае неба. Откуда соберут тебя Господь Богу? Откуда возглав тебя? Откуда тебе Господь Богу? Всем, которые владеют Сынами. Получишь ее по обладению. И благослови. Он может действовать. Тебя не возьмете прокуратично. Откуда. Он вот не имеет 24-14. И буду я на этом вами, говорит Господь. И возвращу вас из плена. И соберу вас всех народов. И всех мест, куда я землял вас, говорит Господь. И возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Угу. Угу. И, Иеремей, ты какую главу привел? 29-14. 29-14. То есть вообще это классно. Не буду ничего переселить. Вообще, если буду я найду. Да, да. Это очень важно. Ну, брат отмечает очень важные стихи, которые мы обязательно, обязательно вернемся. Да. Вот. Обязательно вернемся. Хорошо. 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 Значит. Теперь. У кого еще есть? Второзаконие, четвертое? Пожалуйста. Четвертое с какого стиха? С 34-го. Спасибо. Спасибо. Это поразительное место, сороковой стих. Вы понимаете? И чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда. Вообще, на одном этом месте, на этом окончании сорокового стиха, можно построить целое учение о Божьих пророчествах. Вообще о Божьих пророчествах, не только в Библии. Потому что это, здесь Бог кратко раскрывает важнейшие принципы. Землю Он на сколько времени дал? Навсегда, навечно. Так же, как Он Аврааму вначале обещал, когда еще тут был Авраам. И вдруг Он говорит, делай то-то и то-то, чтобы ты много времени пробыл на этой земле, которая дана тебе навсегда. Потрясающее дело. Как вы думаете, что здесь Бог раскрывает? Будущее изгнание за непослушание. А какие принципы Он еще раскрывает? Принципы какие? То, что Он хранит. Хорошо. Какие принципы в подходе к Его Слову, к Его обетованиям, к Его пророчествам? Обетования имеют условия определенные. Разумно. Так. Очень разумно. Все обетования Божьи имеют условия. А нет безусловных обетований Божьих. Сейчас все-таки не все. Большинство. Вроде бы все, да? А может нет? А это какое-то вообще отношение к нашей жизни имеет? Представьте, ничего себе мы сейчас затронули вопрос. Всего лишь связанный с обещанием Бога, потомства Авраама, земли. О-го. О-го, затронули вопросик. Это же очень важно, правда? У меня к вам большая просьба. Так будет маленькое домашнее задание. Подумайте об этом. Я не буду вам сейчас тут раскладывать это. Я хотел бы, чтобы вы подумали. Пожалуйста. Это очень важно для каждого из нас, на каждый день нашей жизни. Во всем, что мы делаем, что мы ждем от Бога. Хорошо. Хорошо. Еще какие-то места хотите привезти? Кого-то? Языкииль, 37 глава Киев стихи. 37 с 11 по 14. Языкииль. Угу. 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 очень серьезно слава богу языки или а3 36 вся говорит о возвращении особенно 8 можно еще раз прочитать это потрясающе знаете говорят что многие книги библии поэтически но многие не поэтические книги библии они полны поэзии божьей знаете вы можете себе представить только что то есть но мы слышали соседствующее пророчество сухим костям перед этим это просто началась с пророческого обращения к духу божьему вообще уникальное особенное место а перед этим оказывается есть пророчество горам израильским и все это в связи с пророчествами обетованиями о возвращении израиля в частности в свою землю и здесь говорится о том что произошло происходит на наших глазах об изменении природы этой палестинской земли я задумаюсь каждый раз как называть современное название это палестина которые сами евреи употребляют часто когда евреи массово стали возвращаться стала меняться ситуация на этой земле земля начала преображаться и расцветать они осушали болото они преображали пустыню и линия между Израилем и Иорданией просто в нормальном официальном лексиконе стала называться зеленой линией потому что сверху самолета из космоса видно что то что слева от этой линии там много зелени а справа по-прежнему пустыня возвращение евреев массово в эрец израиль привело к расцвету этой земли и количество деревьев насколько я помню на этой территории восемь восемьдесят четвертом году по сравнению сорок восьмым годом в четырнадцать раз увеличилось это кардинальное вообще изменение всей ситуации в четырнадцать раз и даже климат в стране изменился по-настоящему изменился и вот в этом пророчестве об этом говорится еще кто-то хотел и мы будем да пожалуйста захария 10 глава 6 8 9 стихи скрыт а а а а а а а а Тоже очень интересное, очень интересное обетование. А ты можешь открыть вот это Захария? Особенно девятый стих, посмотри. И кто еще хотел? Кроме брата еще кто-то хотел, чтобы мы уже его слушали не раз, мы еще его послушаем. Возьму вас из народа, из всех стран, написано из всех стран, и приведу в землю вашу. Опять, вы понимаете, что Бог говорит? Здесь тоже очень важный момент. Какой стих 36 главы Иезекииля? 24. Даже когда вы будете в рассеянии, даже когда эта земля будет фактически принадлежать другим, даже когда вы будете чужестранцами, переселенцами, странниками, гонимыми в других странах, все равно ваша земля будет вот эта земля. Она останется вашей, и никакой новой земли я вам не дам специально. Да. Вы понимаете? Что Бог говорит? Это поразительно, конечно. Да. Хорошо, слава Богу, тут тоже очень важно. Тут очень важное условие, какое я не скажу вам, какое я бы хотел выделить здесь, в знаменитом пророчестве из 9 главы Амоса о великом восстановлении Израиля и Церкви. Хорошо. Спасибо большое. Значит, у меня к вам большая просьба, посмотрите дома еще другие места, особенно те, которые не говорили. Вам важно поискать это в Библии. в Библии. Еще много-много других мест, других пророчеств, других обетований. И всех я попрошу выписать. Это в связи с сороковым стихом 4 главы 2 закона. Оно связано. Но это как бы отдельно. Попрошу вас, выпишите, пожалуйста, условия возвращения в землю. И условия возвращения в землю. Хорошо? В Библии какие описаны? Условия возвращения в землю. И возвращения этой земли еврейскому народу. Спасибо. 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 Вот этот меня вопрос интересовал. То есть там в оригинале Захария, в последнем стихе, в 9 стихе, там в синодальном периоде написано «будут вспоминать», а в оригинале там «точнее перевести» и «вспомнят меня». То есть там одним словом оно сказано, ну как по-русски оно как в общем-то может быть и не скажешь, что сильно неправильно переведено просто, ну как в силу своей привычки не совсем может. Ну там действительно, то есть там говорится о том, что и вспомнят обо мне, вспомнят обо мне, вот. И ну я не знаю, как там по-русски, то есть на иврите оно приблизительно. Что? Ну да, можно и так, конечно. И будут жить с детьми своими, или можно еще перевести и будут жить, ну просто дети их, вот. То есть уже не о них говорится, и что дети их как бы будут жить, или даже можно где-то так понять, что и оживут дети их, и вернутся. Тут я просто еще такой еще момент, как бы напомнить хочу, что вообще вот, ну то, что я говорил о том слове «опять», в котором есть корень слова «вернуться», вот. И что вообще слово «вернуться», оно, как бы, ну, это однокоренное слово, вернее, ну и по сути дела и нету иврите. Другого слова, то есть это то же самое слово, что и слово «покаяние», в иврите. Вот. Поэтому, то есть когда мы читаем слово «возвращение», ну, то, которое у нас переведено там по-русски, «возвращение», то на иврите оно точно так же оно звучит, и слово, то есть не просто вернуться, но и покаяться. То есть это вот слово, ну, это немного другое выражение, то есть я говорил про слово «опять». Слово «опять» это слово «шув» на иврите, слово «шув». Слово «шув» и вот это слово «шав», то есть оно говорит о покаянии, то есть это слово «покаяние». Да. Слава Богу, нам будет полезно это учитывать. Если вы отмечали себе, это вам будет полезно. Итак, у нас такие задания. У нас задания очень простые. Первое задание. Посмотреть еще места Писания, которые говорят о возвращении Эрит Исраэль Израилю. Второе. Рассмотреть уже в приведенных местах и тех, которые вы найдете, условия этого возвращения. И третье задание – рассмотреть сороковой стих 4 главы Второзакония, чтобы увидеть в нем принципы принятия и исполнения обетований пророчеств Господних. И у нас задания есть. И мы завтра используем выполнение ваших заданий для того, чтобы… Нет, не законов Божьих, а пророчеств обетований Господних. Да. Пророчества – это более широко, обетования – это частный вид пророчеств. Осия и Иеремия. Насколько известно, Осия жил в основном во время, большая часть во время Амоса, это до Иеремии. Насколько я знаю, вообще датировка некоторых малых пророков, она очень… Но обычно считается, что во время Амоса. Хорошо. Продолжение следует...